Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Субтитры создавал DimaTorzok Верзилова Надежда Толоконникова сказала о BBC, что состояние Навального напоминает предполагаемое отравление Верзилова. По ее словам, два года назад немецкие врачи объяснили ей, не обнаружив яда в крови бывшего мужа, что ядовитое вещество исчезает через три дня. Поэтому российские врачи отпускали его только тогда, когда были уверены, что не осталось следов, полагает она. Я уверена, что его отпустили только благодаря давлению внутри страны и серьезному давлению из-за границы. У нас власти поступают правильно только тогда, когда люди призывают их к ответу, сказала также Толоконникова. И понятно, что это не врачи решали. К сожалению, в России система так не работает. Никто им в этом случае не даст принимать самостоятельное решение, добавила она. Алексея могли привезти в немецкую клинику еще 20 августа. Борт с лучшими медиками прилетел в Омск рано утром в пятницу. Однако тогда местные врачи заявили, что состояние политика нестабильно. Они боялись, что Навальному станет хуже при перелете, поэтому не разрешили ему улететь. Соратники и родственники оппозиционера придерживались другой версии. Многие из них утверждали, что врачи просто пытаются скрыть настоящий диагноз. Поэтому и минимизируют вмешательство западных специалистов. Так или иначе, теперь Навального будут лечить за рубежом. За эти три дня высказывались различные гипотезы, произошедшего с политиком. Некоторые СМИ сообщали, что Навальный выпивал за день до происшествия, и именно алкоголь спровоцировал приступ. Другие же считали, что Алексей отравили из-за его профессиональной деятельности. Омские врачи придерживались мнения, что у Навального произошел сбой в обмене веществ. И на фоне перепада давления во время взлета самолета его состояние резко ухудшилось.